Россия Время нам восстать, Отечество наше свободное! Время нам восстать, Отечество наше свободное! Славься, страна, Мы гордимся тобой! Дорогие друзья, это наша давняя неизменная традиция именно так встречаться 1 сентября каждого нового учебного года. И так уж тоже повелось, что лето окружено двумя очень тесно связанными друг с другом праздниками. Один праздник предшествует лету, это торжественный акт вручения дипломов, это целая серия концертов, главный из которых проходит в Большом зале консерватории, позже вручение дипломов. И вот тот праздник, который, собственно, продолжается до утра, поскольку это еще и выезд на 9 московики, он остается в памяти как такое двойственное ощущение, ощущение радости и немножко грусти, поскольку позади остается длинный путь, пройденный совместно. И когда профессора Московской консерватории приветствуют выпускников, они уже обращаются к ним как к коллегам. А вот сегодняшний праздник, праздник 1 сентября, это совершенно особенный праздник для той градости, потому что действительно позади вот этот марафон летних экзаменов, и, наверное, самых главных в жизни экзаменов, потому что фактически этот марафон – это ответ на вопрос быть или не быть студентом Московской консерватории. Поэтому нам очень хочется вас поздравить с тем, что вы победители, что вы прошли достойно этот очень нелегкий путь, что вы оказались полноправными членами консерваторской семьи, и фактически вот многое у вас будет в особой мере впервые. Ну, во-первых, первый набор консерватории после ее 150-летнего юбилея. И это очень важно, потому что действительно вот этот юбилейный год, он привлек консерватории внимание всего музыкального мира, и, собственно говоря, подтверждение тому, что это лучшая консерватория мира, было настолько очевидным, что вот на ваши плечи ложится очень высокая ответственность держать эту планку. Помимо этого, вы будете, те, которые приехали издалека, первыми жильцами нового студенческого комплекса. Уже построено и сейчас проходит оснащение 15-этажное здание, еще будет два таких, еще будет стилобатная часть, где будут все необходимые условия для репетиций, для концертов, там будет и бассейн, и тренажерные залы, и все это будет на ваших глазах. Вот первые жильцы заселятся уже в сентябре месяце, и, конечно, для нас это будет тоже дополнительно очень радостный праздник. И есть еще одна новинка, которая тоже меня очень радует. У консерватории есть творческое сотрудничество не только с другими вузами, как самой России, так и зарубежными вузами, но с очень многими творческими организациями, и в том числе с музейным объединением имени Глинки. Нас связывает договор о сотрудничестве, и вот буквально, как раз, дорога ложка к обеду, пришло письмо от Михаила Анатольевича Рызгалова, директора объединения, где он предлагает нам провести, это тоже впервые, такую, наверняка, которая останется в памяти, церемонию посвящения студентам в музеях квартир в Москве. И вот это для нас действительно очень приятно, потому что вместе со своими веками вы получили возможность, во-первых, и познакомиться с такой коллекцией замечательной, этих музеев. И сразу могу сказать, что это. Это музей Петра Ильича Щековских и Москва на Кудринской площади, музей-усадьба Шаляпина на Новинском прутвале, музей-квартира Александра Ильича Кабиндрейзера на Тверской, музей-квартиры Николая Голованова на Плюсовом переулке, и музей-квартиры Паркофьева на Кабербенском. Так что мы потом вам более точно скажем, как это произойдет, но, конечно, там будет и съемка, то есть фактически вы войдете в историю консерватории, в то, в новую ее страницу, где ваши счастливые физиономии, извините, насколько действительно сравнивать очень легко. Мы вас помним, какие вы хотели зеленые, преды, или, так сказать, почерневшки, с мешками под глазами во время экзаменов, сейчас как-то совершенно другие люди. Поэтому вот такие праздники у вас впереди, ну и самое главное, что впереди у вас вот этот пятилетний путь к тому второму празднику, когда оказывается, что эти пять лет промелькнули совершенно незаметно, что они остались уже как факт вашей биографии, и наше пожелание, пожелание ваших педагогов использовать эти пять лет так, чтобы действительно не было потери до ни одного дня, чтобы вы обрели тот бесценный опыт, причем не только опыт Регислава, а опыт именно творчества, именно искусства, потому что именно в Московской консерватории нерасторжима связана работа в классе по специальности и работа в тех классах, где для вас будут читаться интереснейшие лекции, где будут семинары, где будут восприняты и поддержаны ваши собственные инициативы. Есть студенческое научное общество, есть очень интересная работа профсоюзной студенческой организации, об этом вы очень скоро узнаете. Ну и вот сегодняшняя наша встреча – это возможность именно такого напутствия, и, соответственно, мы приступаем к тому ритуалу приятному, который всегда начинает первый учебный день. С праздником вас, дорогие друзья! Я предоставляю слово совместителю директора Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации Святослава Сергеевича Кулубенко, он же выпускник Московской федерации. Добрый день, студенты, педагоги, профессора! Я сегодня, во-первых, зачитаю приветствие министра культуры Российской Федерации Владимира Святославовича Мединского. И еще скажу два слова. Уважаемые друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Знаний. Этот замечательный праздник, наполненный счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями, дорог представителям всех поколений. Сегодня образование, знания и опыт особенно ценны и востребованы. Они являются основой для успешной трудовой деятельности и достойной жизни каждого человека. Самые теплые пожелания и искренние поздравления в этот день хочу отрисовать уважаемому преподавателю. От вашего профессионализма, таланта, мастерства, душевной щедрости и мудрости напрямую зависит выгорование духовно-нравственных основ подрастающего поколения и, как следствие, стабильность, успех и процветание всего нашего общества. Вам, дорогие обучающиеся, желаю неиссякальной энергии, жажды знаний, усердия, вдохновения на пути постижения будущей профессии. Благополучия вам, здоровья, оптимизма и успехов в творчестве. С праздником вас! С новым учебным годом! И как выпускник в Московской консерватории, я, конечно же, не могу не сказать того, что выпуск вели самый лучший музыкальный вуз нашей страны и один из самых лучших вузов в мире. Здесь действительно есть не только чему поучиться, перенять традиции педагогов, великих педагогов, мастеров своего дела, но и стать частью нашей великой культуры. Вот хотелось бы, чтобы все, кто сегодня начинает учебный свой вуз в консерватории, каждый день использовал для того, чтобы эти традиции выбирать, чтобы перенимать опыт педагогов, и чтобы к моменту вашего выпуска вы были блестящими профессионалами, которыми мы будем гордиться. Вот счастливая особенностью Московской консерватории, помимо многих прочих, является и то, что она одна среди всех консерваторий России, имеет совершенно замечательный попечительский совет. Это очень представительный орган, в котором есть и деятели культуры, и политические идеи, и представители бизнеса. В общем, это на самом деле мощная поддержка. И с самого начала членом попечительского совета стал Сергей Михайлович Миронов, который для нас просто большой друг в Московской консерватории, традиционно в этом деле он вместе с нами. И в Государственной Думе Федерального Собрания Сергей Михайлович, восстанавливает фракцию «Справедливая Россия», является председателем какой-то политической партии. Я с удовольствием предоставляю ему слово. Аплодисменты, дорогой Александр Евгеньевич, уважаемые профессора, педагоги, преподаватели, великолепной, лучшей в мире консерватории имени Петра Ячковского, ну и, конечно же, вы, первокурсники-студенты, всех приветствую, всех поздравляю с днем знаний. Вы прошли очень серьезное испытание. Вот Александр Тепеевич я там сказал, что такого конкурса на все факультеты практически никогда не было в консерватории. Поэтому мы отдаем себе отсчет, что здесь, в этом зале сейчас сидят достойнейшие. И, конечно же, я хочу пожелать вам успехов, творческих успехов. Я хочу пожелать вам радости обучения в таком знаменитом и лучшем мире музыкальном вузе. Это действительно так. Вы знаете, что консерватория имени Ячковского, Московская консерватория, это марка, это бренд, как сейчас говорят. Я могу сказать, что ваши старшие товарищи, которые уже и на втором, и на третьем, и на следующих курсах, летом, когда все отдыхают, очень хорошо поработали. Только за один летний месяц, вот этим летом, студенты Московской консерватории стали лауреатами 22 международных конкурсов. А вот, например, такая замечательная студентка, как Эльмира Тараханова, она победила в четырех международных оперных комплексах. То есть вы видите, что есть куда стремиться, есть чего достигать. И я искренне желаю вам в этом удачи и успехов. Я уверен, что все у вас получится. И я не сомневаюсь, что многих из вас, мы с Тарабурским, будем слушать, смотреть и восхищаться вашим талантом, который вы не только отточите, но и который вы наладите на всю оставшуюся жизнь стенах. Еще раз с большим удовольствием скажу, самый лучший консерваторий в мире, Московской консерватории, Ильи Петров, Ильича Череповск. Добрый пункт, успехов, удачи. Спасибо. Дорогие друзья, вот в этот день всегда бывает еще одна страничка нашего общения, связанная с особенностями года. Этот год, наверняка вы знаете, объявлен и указан президентом Российской Федерации год экологии. То есть, именно 1 сентября – это праздник, который называется «День знаний». И поэтому во всех вузах сегодня, в части вот этого праздника, появляется краткое сообщение, посвященное экологии как проблеме взаимодействия природы и общества. И слово предоставляется Анатолию Анатольевичу Скамницкому, доктору педагогических наук, лауреату премии правительства в области образования, почетному работнику высшей школы, главному редактору Федерального научного журнала среднепрофессионального образования, члену Московского объединения художников Международного художественного фонда. Пожалуйста. Дорогие друзья, вчера вечером пришла у меня СМС от моего большого друга Академика Галимова с таким содержанием. Поздравлять с первого сентября учителей и учеников, селечка, и студентов, и профессоров, это равно как поздравлять крестьянскую лошадь с началом учеба весенних полевых работ. Я не думаю, что в этом году у вас этот процесс проходил чрезвычайно сложно. Вам чуточку-чуточку передохнуть, но вот 1 сентября лошадь сбрыжена, и давайте начинать огромную работу, которую вы себе задумали, задумали для ваших родителей, задумали для окружающих. Вы, честолюбивый, красивый, и каждый из вас, в конечном итоге, будет великолепным музыкантом, господствоведом, певцом, и кто-то из вас займет высшие строчки на пьедестале музыкального олимпа, который существует в настоящее время. Я хотел сначала несколько слов сказать о том, что экология для вас это слово уже поднадоевшее, если вы откроете интернет, то увидите тысячу определений. Одно из них звучит так. Экология – это наука о взаимоотношении живых существ между собой с окружающей их неорганической природой. Вот такое уже название. Мне так кажется, что вы сейчас находитесь в экологическом звене, его нет в определении, но я бы сказал, что это экологическое звено называется душой. Вы формируете душу поколений, вы формируете свою собственную душу, вы формируете душу ваших слушателей, ваших почитателей. Вы сами, встав на этот очень непростой путь, создадите такую атмосферу, которая должна сопутствовать нам на всю жизнь. Вам в первую очередь. Я без малого 70 лет. Первый сентября встречаюсь сначала с школьником, потом преподавателем, учителем, преподавателем вуза и так далее. И когда первого сентября я встаю перед классами, студенческой аудиторией, я всегда не вспоминаю, что слово существует в экологии. Я вспоминаю то, что самые главные задачи, которые стоят перед любым человеком, а вас в первую очередь, это формирование вашей собственной души. Мы много можем говорить о формировании, воспитании, как оно влияет на окружающую действительность, как оно позволит нам двигаться вперед. Мы каждый день смотрим по телевидению, которое почему-то начинает все свои передачи, за исключением культуры, начинается катастроф, техногенных ли, рукотворных ли катастроф. И нас начинает пугать этим обстоятельством. Вот, вот, чуть-чуть, чуть-чуть, и мы, вроде бы, накроемся всем медленным тазом. Это абсолютно не так. Это абсолютно, и вы, будучи музыкантами, вы, люди, посвятившие себя огромному стремлению продвинуться, не только самим себе, но и продвинуть нашу слушающую публику, наших, так сказать, ваших почитателей, о вас будет бесчисленное количество, вы позволите себе сформировать такое окружение, такую возможность, которая не даст развалиться ни этому миру, ни сообществу, в котором мы с вами живем, ни тех обстоятельств, при любых обстоятельствах, какие бы нас ни окружали. И, говоря об экологии, еще как составной частью взаимоотношений у нас, живых людей, и с неживой природой, вы знаете, вы понимаете, казалось бы, простая ситуация, да, звучание голоса, музыкального инструмента, находящегося в определенных условиях, может поразвлечаться в огромном, в огромном, так сказать, аспекте. И поэтому я думаю, что вам лучшие сцены мира, лучшие голоса, лучшие возможности, лучшие, что только позволит, экологическая ситуация, в которой мы с вами живем, позволит вам продвинуться как можно дальше, как можно сильнее. Вы напишите прекрасные музыкальные произведения, Ваши голоса покорят огромное количество людей, Ваши отношения с окружающими людьми будут истинным, нежным, трепетным, как бы я еще сказал. Такое, понимаете, обстоятельство, которое позволило бы вам относиться к окружающим ровно так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам. Вот такое маленькое экологическое эссе, которое я хотел вам сегодня познакомить. И хочу сказать, что да, вы находитесь в корпусе всей музыкальной культуры мира. И держать этот флаг, ну, слишком банальный, наверное, флаг, вот, там еще держать, держать этот флаг в душе, в сердце. Вот в сердце вы держите этот флаг, и вы поуважаете тех людей, которые вас слушают, которые учатся вместе с вами. Вы достигнете небывалых высот. Ну, а теперь, как было сказано, так сказать, теперь надо махать. Другого выбора у вас уже нет по определению. Спасибо. Спасибо. Слово. От студенческого профилактического комитета Марти Глазковой, студентки третьего курса факультета синхронического и характерового дирижера. Добрый день, дорогие друзья, профессора и члены учебного совета. От лица всего студенческого коллектива Московских консерваторий я рада приветствовать вас на торжественном собрании, посвященном ему знаниям. Также от лица всех студентов поздравляю вас, дорогие первокурсники, с успешной сдачей субъективных экзаменов, вступление в наш дружин и студенческий коллектив. Наши студенты, вступившие в профсоюз, ведут активную творческую, концертную и гладерскую деятельность, посещают конференции, творческие вечера, имеют возможность выступать в залах Московской консерватории, встречаться с интересными людьми, посещать различные мастер-классы и фестивали. Также для наших студентов знаменательной традиции весенних баллов Московской консерватории и летних поездок Светлогорцев. В организации всех этих мероприятий, в уповещении вас о самых главных и важных событиях вашей студенческой жизни, активное участие принимает Студенческий союз Московской консерватории. Я предлагаю и вам присоединиться к профсоюзу и студенческому активу, чтобы стать частью нашей команды, чтобы сделать нашу студенческую жизнь ярче и интереснее. Также я приглашаю вас на самое масштабное в России посещение студентов, на парад студенчества, который пройдет 16 сентября на поклонной горе Парк Победы. В Москве парад, ставший традицией для первокурсников, проводится с 2002 года. Ежегодно в торжественном посещении студентов прививали участие в более 40-50 тысяч первокурсников в московских вузах. Традиционно на пустой первокурсникам дает администрация города общественные и политические деятели, деятели науки, культуры и спорта. После окончания парада осчитается праздничный концерт. В заключении, я еще раз хочу поздравить вас и пожелать вам успехов, в воплощении ваших идей и вдохновения в поиске новых творческих путей. С праздником, дорогие друзья! С днем знаний! АПЛОДИСМЕНТЫ Частное дело, что без голоса новобранца, первокурсника, такой праздник обойтись не может, поэтому я и предоставляю слово от первокурсников Зарени Кардановой, студентки первого курса кафедры современного хорового исполнительского искусства. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые предороги и студенты, МОСКОВСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ У меня большая честь говорить о детьми наше консерваторие. Я приехала из очень красивой в Солнечной Республике Северной Осетии и получив телевое направление и имею блестящую возможность обучаться в стенах в стенах лучшей консерватории мира. Мы, первокурсники, прошли большой конкурс и доказали, что имеем право обучаться в Московской консерватории. Вступительные экзамены были очень сложные, но мы отдохнули, мы набрали сил, храбрости и творческого энтузиазма, на котором вновь много работали. МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИЯ это гордость нашей страны, это марка, которую знают во всем мире. И учиться здесь у лучших педагогов это большая честь и огромная ответственность. Поэтому, дорогие педагоги, мы обещаем быть старательными и внимательными. Я надеюсь, все первокурсники со мной согласны. Мы обещаем упорно трудиться, чтобы быть достойными продолжательными традиций Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чиньковского. Спасибо. У вас есть проблема в экологии. Кто и выше, о которой сказал Антон Ильич, этот день тоже нельзя потерять. Оно чертное, не только праздничное, поэтому идите в домы ваши и, как говорится, взяться за куш. Не говори, что не идешь. Пошли, на небарском. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МОВИТМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННСКО